Мариам Балквадзе из Грузии шьет игрушки по детским рисункам. Идея не ее, но в Тбилиси она оказалась очень востребована. Бизнесу всего полгода. Мастера швейного и игрушечного дела материализуют в прямом смысле любые фантазии малышей, причем шьют только из качественного материала. Мои коллеги из Грузии посмотрели, как это делается. В семье Берешвили рисование, пожалуй, самое важное событие дня. Когда пятилетний Темука и девятилетний Миша берут фломастеры в руки, в доме запрещается даже говорить. Ведь мальчикам требуется концентрация, чтобы выразить на бумаге все важное. Они очень любят рисовать, особенно маленький. Он даже собирается стать художником. А вот увидев его пристрастие, Большой тоже начал активно рисовать. Теперь каждый день после школы они сидят и что-то изображают. То, что детские рисунки могут стать чем-то еще, Тамара узнала из интернета. Теперь творчество детей она фотографирует и отправляет мастерам своего дела. В этой комнате вдохнуть и жить не в рисунке ежедневно старается команда Мариам Балквадзе. Вот уже полгода, как она придает форму воображениям детей. И цена на эти творения доступная. Мы с подругой хотели начать свой бизнес и по этому поводу много думали. Поскольку у нас был огромный опыт работы с детьми, мы решили привести этот уже известный проект в Грузию. Мы не ожидали такую заинтересованность людей нашим проектом. Игрушки получаются точными копиями рисунков, а для их создания используют лишь качественные материалы. Однако не все могут представить, настолько кропотливым является процесс создания кукол. Сначала делают выкройку на ткани, потом ее вырезают, сшивают и полученную форму наполняют синтепоном. Нужно сказать, что дело интересное, но сложное, ведь у детей невероятное воображение. Вообще, самое сложное, это создавать детали игрушек. Это же или черты лица, или дополнительные конечности тела. После того, как я завершаю свою работу, получаю огромное удовольствие. Дарить радость малышам и их родителям оказалось делом не только прибыльным, но и модным. Мама и папа выстраиваются в очередь, чтобы заполучить оригинальный подарок. Такая популярность проекта автору по душе. В планах девушки расширить мастерскую и нанять еще больше людей. Мария Мбалклад зашел в Ассура Малашвили для программы Стартап.